Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Вера Рыклина, и я рада приветствовать вас на канале Страна и мир. Мы продолжаем говорить о том, что нам кажется важным, интересным, актуальным, и сегодня у нас в гостях Николай Петров, политолог, руководитель Центра политико-географических исследователей и приглашенный исследователь Фонда науки и политики в Берлине. Николай, здравствуйте, спасибо большое, что пригласили к нам прийти. Добрый день, Вера, вам спасибо. Николай, ну вот уже больше двух лет мы говорим о войне, рассматриваем разные сценарии ее окончания, параллельно с этим, конечно, наблюдая за тем, что происходит и в самой России, хотя у нас информации не очень много о том, что там в верхах творится, но тем не менее бывают какие-то знаки, какие-то сигналы. Кажется, что особенно в стране не меняется, режим лишь крепнет, не считая Пригожинского мятежа, с которым общего толку не ясно, что это вообще было. В принципе, есть ощущение, что в верхах все было спокойно и чинно. Но вот после так называемых президентских выборов мы вдруг увидели целый ряд изменений, причем, кажется, достаточно значимых, по крайней мере громких. Чистка в Минобороны, уход Патрушевой, перегруппировки в правительстве, наконец, вот эта вот последняя такая суета в регионах, когда то снимают губернаторов, то назначают, меняют одного на другого, отсылают ссылку на Алтай путинского любимчика Турчака. Что, собственно, происходит? Можем ли мы делать какие-то выводы и достаточно ли у нас вообще информации о том, чтобы судить? Это все одна большая операция или это какие-то эпизоды, никак не связанные между собой? Вообще важно ли это? Мне кажется, да, важно, хотя, боюсь, меня в этом поддержат не все слушатели, но для меня это было важно, потому что я смотрю не на конкретных просто людей, а на то, что в стране есть две управленческие модели, две кадровые модели, одна такая старомодная, путинская, КГБшно-ФСБшная, персоналистская, где он доверяет только тем людям, которых знает 20-30 и более лет, и понятно, что когда Путину уже далеко за 70, эта модель перестает нормально работать, потому что те, кого он знает со времен работы в Питере или в КГБ, они уже все тоже вышли в тираж, остаются какие-то молодые телохранители, которые есть вокруг него, из которых он выбирает людей для новых кадровых назначений, ну и дети, дети его старых друзей и знакомых, которые тоже рядом с ним находятся долгое время, но понятно, что это деградация системы. А есть вторая модель управленческая, которую представляют Мишустин, отчасти Кириенко, эта модель такая более технократическая, модель, в которой есть блок воспроизводства кадров, где есть коллективные форматы принятия решений, и мне было очень важно посмотреть, как эти две модели будут соотноситься после того, как неизбежно с началом нового президентского цикла происходит как бы перетряска в исполнительной власти и правительстве, и в администрации президента, и в других структурах. И то, что я увидел, мне показалось, это действительно несколько таких важных осмысленных перестановок, но в значительной части это имитация такого обновления, когда передвигают человека Пупкина с одного места на другое, но принципиально это ничего абсолютно не меняет, тем более, что, на мой взгляд, путинская система, она давно перестала быть системой, где есть какая-то реальная политическая элита, как актор, как люди, которые могут играть какую-то самостоятельную роль в выработке и реализации решений, а она давно превратилась в такую номенклатурную систему, где просто есть разные винтики от того, что один винтик с одного места, как Белоусова, с места первого вице-премьера ставят на место министра обороны, вообще говоря, не так много может меняться, потому что все путинские так называемые элиты, они как бы заточены под то, чтобы максимально эффективно выполнять свою задачу, которую он им поручает, неважно, что он может поручить какую-то совершенно не представлявшуюся им до этого задачу, важно для него, чтобы подобрать эти винтики так, чтобы каждый на своем месте оказался более или менее эффективным. Николай, у меня сразу такой небольшой уточняющий вопрос. Вы сказали, что после выборов перестановки были неизбежны. А, собственно, почему? Почему они были неизбежны? Почему нельзя оставить все как есть, если оно и так работает? Для чего они нужны? Для внешнего, для внутреннего? Ну, для внутреннего. Выборы – это даже в нашей стране, где выборами можно назвать условно, это все-таки некое завершение одного и начало другого политического цикла, и к этому привязаны все, в том числе и кадровые решения, не говоря уже о том, что наша система, вернее, путинская система, она устроена таким образом, что мы видим, что важные кадровые решения могут не приниматься в течение года и даже более. То есть вот к моменту выборов были вакантными места главы федеральной таможенной службы. Это очень важно, особенно в нынешних санкционных реалиях место. И главы счетной палаты, а эта позиция вообще освободилась, бог знает когда, когда Кудрин перешел в Яндекс, и эта позиция пустовала. Поэтому мы видим, что с одной стороны система как бы накапливала кадровые решения, которые необходимо применять, принимать, а с другой стороны важно то, что и время от времени происходит ревизия целей и задач, и под эти новые цели и задачи чуть иначе, и под то, что было раньше, насколько эффективными оказались все эти люди. А система ведь в прошлый путинский президентский срок пережила колоссальные события, да, это и пандемия в начале, а потом это война, да, то есть логично было бы ожидать, что война так сильно перетряхивает систему, что ей понадобится очень серьезно как-то перегруппировать свои силы, чтобы обеспечить и свое выживание, и относительную эффективность. А тогда дополнительный вопрос. Если вы говорите про то, что новые цели и задачи появляются у власти, можем ли мы сделать какие-то выводы обратные из этих перестановок, какие же власть ставит себе цели и задачи? Видим ли мы что-то из того, кого куда назначили, какие приоритеты у Путина, или на что он делает ставку, или, по крайней мере, какие-то его военные планы становятся ли нам более-менее понятны? Думаю, да, хотя мы можем скорее предполагать, да, и здесь знаковая замена – это снятие Шойгу с поста министра обороны и назначение туда Белоусова, что, по всей видимости, свидетельствует о том, что Путин проблемы приспособления экономики к новым реалиям видит уже практически решенными, о чем он и говорит, а войну он видит как достаточно длительное и требующее очень такой серьезной подготовки и обеспечения мероприятия. Да, то есть, на мой взгляд, назначение Белоусова – это действительно признак того, что, вернее, демонстрация того, что Путин совсем не собирается заканчивать войну как противостояние с Западом, да, он может уменьшить ее интенсивность, он может рассчитывать на то, что с американскими выборами так или иначе произойдет ревизия подходов Соединенных Штатов, и можно будет о чем-то договариваться, но, тем не менее, вот эта военная экономика, экономика противостояния с Западом, она представляется такой стратегической задачей, и поэтому Белоусов должен обеспечить эффективную работу военной машины. Николай, а может быть такое? Я читала в одном из комментариев, что, возможно, назначение Белоусова связано с тем, что с Шойгу были бы невозможны переговоры Запада, что Запад не стал бы разговаривать с Шойгу после всего того, что Шойгу наговорил в течение двух лет, а Белоусов такая, в общем, более-менее приличная, по крайней мере, фигура, с которой можно вести переговоры. Насколько это звучит реально? Я бы, честно говоря, усомнился в том, что это реально, и потому что, на мой взгляд, принципиальной разницы между винтиками путинской машины, между, условно говоря, Набиулиной и Патрушевым старшим, принципиальной разницы нет. Каждый делает то, что ему поручает вождь, и в конечном счете работает на вот эту военную путинскую машину. Но и потому, что министр обороны – это не та фигура, которая в случае, если такие переговоры будут вестись, она играет какую-то самостоятельную роль. И если Западу, скорее всего, придется, зажмурившись, зажав нос, вести какие-то переговоры с Путиным, то уж будет рядом с ним Шойгу или будет рядом с ним Белоусов, это, мне кажется, абсолютно все равно. Спасибо. А вот уход Патрушева. Ведь долгое время говорили, что Патрушев – это вообще чуть ли не кардинал главный путинский, что чуть ли не он вообще там все придумывает и руководит. А потом он взял, и в один день вот так фактически пропал и ушел на какую-то совершенно церемониальную должность. Ну, вы знаете, Вера, во-первых, я бы задумался над вопросом о том, насколько церемониальна должность Патрушева, потому что это действительно, с одной стороны, выглядит как шутка, помощник по кораблестроению, а с другой стороны, давайте посмотрим, а кто у нас в стране занимается кораблестроением. Им занимается Игорь Иванович Сечин, второй или даже первый из вот этих вот страшных серых кардиналов, и теперь им занимается Патрушев. И это на самом деле еще одна деталь, которая позволяет думать о таком стратегическом курсе на противостояние с Западом, потому что судостроение – это очень важный стратегический вопрос для России, которая, в общем-то, оказывается отрезанной от нормальных путей сообщения, во многом сухопутных, и которая очень сильно будет в будущем зависеть от морских путей. И то, что Сечин на Дальнем Востоке строит верфь, которая одновременно строит суперлетокол с гордым названием «Россия», а Патрушев будет помощником президента по кораблестроению – это, мне кажется, не шутка и не демонстрация того, что Патрушеву придумали какую-то совершенно пустую должность. Во-вторых, в чем заключалась роль Патрушева как вот этого великого и ужасного идеолога и так далее? Она заключалась не в том, что он занимал пост секретаря Совбеза. Этот пост, как и все в путинской системе, он может играть большую роль, а может играть совсем небольшую роль. Я думаю, что главный результат этих перемещений и Патрушева замена на Шойгу, и Левитина замена на Дюмина как секретаря Государственного Совета – это означает ослабление вот этих двух институтов, которые, в общем, из немногих в системе еще что-то, и особенно потенциально, могли из себя представлять. То есть Совбез Шойгу будет намного слабее, чем Совбез Патрушева, по крайней мере, первые годы. А Госсовет Дюмина – это вообще непонятно, что такое будет. И в этом смысле это тоже интересный знак, потому что если бы Путин, например, готовился постепенно к передаче власти, к операции «Приемник» и рассматривал бы свой нынешний президентский срок как последний, важный, то мы бы наблюдали другую картину укрепления институтов, не обязательно совсем, конечно, демократических, но каких угодно. Пока то, что мы увидели в результате этих перемещений, это ослабление и без того слабых институтов. Я, сказав это, не хочу убедить вас в том, что Патрушев будет играть какую-то важную роль, похожую на ту роль, которую он играл. Он будет заниматься судостроением, и это важно для системы идеологам, наверное, он будет в меньшей степени, потому что, да, он близок к Путину, может там зайти позвонить, но, конечно, он уже не имеет того аппарата, пусть небольшого, который вот эти идеологические хотелки и страшилки оформлял в виде разного рода стратегии национальной безопасности, и в этом смысле его роль, конечно, будет другой, и она в целом уменьшится, она, наверное, будет более хозяйственной. Николай, очень интересно то, что вы сейчас сказали про то, что Путин не ведет себя так, будто бы он собирается передавать власть. Я как раз недавно разговаривала с Кириллом Роговым, он как раз считает, что его нынешняя каденция, он обязательно должен начать решать эти проблемы, и, собственно, это его последний срок, просто потому что в 30-м году он уже будет достаточно пожилым человеком, скажем так, и, в общем, он вынужден просто задумываться о некотором транзите власти. Поэтому я собиралась вас спрашивать о том, можем ли мы говорить, что сегодняшняя перестановка это начало подготовки вот к этой условной передаче власти, и будет ли только Путин готовиться, или и те, к кому, кто хочет взять эту власть, тоже начинают уже готовиться. Но теперь я не могу задать вам такой вопрос, поэтому я спрошу немножечко по-другому. Если мы предположим, что в элитах все-таки есть люди, которые так или иначе предполагают, что Путин уйдет, ну, рано или поздно он уйдет, видим ли мы какие-то намеки на, я не знаю, там, борьбу, будущую, какие-то группировки новые, или это все вообще за таким туманом, что мы ничего про это не можем сказать? Ну, во-первых, все зависит, конечно, от точки зрения. Нам с вами со стороны может казаться, что Путин уже достаточно стар, чтобы задуматься о передаче власти. Изнутри автократы, диктаторы очень редко об этом задумываются, как и о том, что их жизнь, как и жизнь любого смертного, конечна. Им кажется, что без них жизни нет, и в этом смысле очень часто люди не готовятся к передаче, а когда они готовятся, особенно на нашем постсоветском пространстве, из этого часто получается все совсем не так хорошо, как им бы хотелось взять тот же Казахстан. Но очень важная вещь, которая, мне кажется, видна в этих всех перестановках, это то, что Путин, на мой взгляд, уже не царь, которым он был еще недавно, как самодержец, как человек, который может принимать любое кадровое решение без оглядки на то, что об этом подумают и как будет выглядеть позиция основных элитных кланов. Вот сам факт того, что Путин предпринял все вот эти пакетные назначения. Вот давайте возьмем два вакантных поста, о которых я говорил. Глава ФТС, пост был свободен больше года, и Путин на него назначил очередного своего охранника. Надо полагать, он не терзался год какими-то тяжкими сомнениями и раздумьями относительно того, кого назначить. Этого охранника можно было бы назначить и раньше, так же, как и Бориса Ковальчука, можно было раньше, наверное, назначить на позицию главы счетной палаты. Но вот все это произошло большим пакетом, в том числе и губернаторские перестановки и назначения. И, на мой взгляд, это свидетельствует о том, что Путин сегодня старый царь. Если царь, то старый царь, который не может уже рисковать в силу непонятно какого времени впереди, рисковать серьезным нарушением баланса сил в элитах. А прелесть пакетных решений кадровых в том, что всем сестрам по серегам, если мы посмотрим на губернаторов, мы увидим, что это представители каждой своего крупного влиятельного клана или путинского олигарха. Но все в целом они сохраняют тот баланс, который есть. Если бы их назначали по одному, или Ковальчука назначили бы главой счетной палаты, сняв его с поста главы Интерау раньше, то это могло бы возбудить элиты и нарушить какой-то баланс. А так вроде как никто не пострадал. И в этом смысле, мне кажется, что мы уже видим Путина в новой роли. Неважно, осознает он это или не осознает, но он уже не делает кадровые решения так, как это он делал раньше, когда он мог назначать когда угодно и кого угодно. И в этом смысле можно говорить о его меняющейся роли. Мы часто упираем на то, думает он об этом, не думает он об этом. А на самом деле важно, как объективно складывается ситуация. Думает он о том, что он старый, и уйдет или не думает, но люди-то вокруг не могут об этом, не задумываться. И поэтому так или иначе ситуация, тот фон, на котором принимаются решения, он сегодня уже не такой, каким был раньше. А дальше вопрос, сознательно или не сознательно Путин ломает те немногие институты, которые еще недавно он сам строил. Вот Госсовет, вспомните, это была структура, был специальный федеральный закон по Госсовету и предполагалось, что возможно, если Путин не поменяет конституцию и не пойдет снова на пост президента, возможно, он будет править страной как глава Госсовета, и под это какие-то проводились решения, изменения структуры и так далее. Сегодня с таким секретарем, как Дюмин, уже не важно, какой есть федеральный закон о Госсовете, важно, что его формальным организатором, секретарем, так же, как и секретарем Совбеза в лице Шойгу становится человек, абсолютно не имеющий опыта этой работы, а в случае с Дюминым еще и не имеющий какой-то реальной собственной команды, потому что охранник тем и хорош для Путина, что это одиночка, что это не человек, за которым стоит большая корпорация, и поэтому можно не заботиться о том, что он будет работать не на тебя, а на какую-то большую важную корпорацию, но это одновременно и тот ограничитель, который не дает даже самому лучшему охраннику стать сильным организатором работы коллектива. Вот, пожалуйста, прекрасная иллюстрация Дмитрия Анатольевича Медведева, когда он был президентом, он даже не был охранником, то есть он был вполне себе публичным человеком, но таким, у которого никогда не было никакой команды, потому что он никогда ни за что не отвечал в качестве первого лица. А раз так, кто став неожиданно формально первым лицом в стране, он мог только оглядываться вокруг и искать, кто у него там однокурсник, с кем где, и когда он пересекся, и все. То есть команды у него, в принципе, не было и не могло быть. Николай, вы сказали сейчас, что меняется роль Путина, я тогда хочу сразу спросить, про меняется ли роль элит. Я помню, что когда только началась война, вы говорили, что вы удивлены тем, как элиты единодушно приняли эту войну. А где-то год назад вы называли элиты команды гибнущей подлодки или гибнущего корабля. Меняется ли сейчас ее роль, видите ли вы ее изменения, изменилось ли ваше видение элит? В общем, нет. В общем, нет. Я считаю, что нет элит, есть такая путинская бюрократия, которая действительно имеет некоторую специализацию, но условно. Поэтому, скажем, Белоусова из менеджеров экономических, из условных технократов, государственников, можно легко перебросить на позицию главы Министерства обороны и наоборот. И, в общем, от перемены мест слагаемых сумма может очень незначительно изменяться. И в этом смысле я считал и считаю, что да, это команда подводной лодки в том смысле, что никуда деться они не могут, никуда уйти и позволить себе не выполнять те приказы, которые они получают, они не могут. Но они могут сделать максимально комфортной свою жизнь на подводной лодке. И поскольку мы не знаем, как долго это будет продолжаться, вполне возможно, что на их век этого хватит. И да, они не могут вести ту жизнь, которую вели до войны, в том числе и отправлять там детей на Запад, жен и так далее, хотя мы видим, это совсем не абсолютное правило, да, но с другой стороны, они могут максимально комфортно и психологически и во всех остальных смыслах сделать свою жизнь на этой подлодке. Подлодка размером с Российскую Федерацию, да, в одну седьмую часть мира, это вообще говоря колоссальное пространство, да, в котором можно найти самые разные заповедные, приятные, красивые, с разными климатическими условиями уголки. И в этом смысле я бы их не жалел. И с разными ресурсами в этих уголках. Это правда. Собственно, тогда я хочу спросить как раз про ресурсы. Насколько деньги еще имеют значение? Я сейчас начну, что я имею в виду, потому что нам казалось много лет, что вот Путин и вообще весь его режим, он вот про деньги, про здесь украсть. Мы считали, что они воры, да, потом они начали войну, и мы как-то поняли, что, видимо, они не только воры, а у них еще какие-то другие планы и чаяния, и стремления. Что касается элит, они сейчас действительно продолжают просто пилить деньги. Или они действительно хотят как-то там выслужиться и борются за власть. Или у них есть какое-то общее стремление куда-то привезти Россию. То есть про что они сейчас? Или они просто боятся? Но начнем с последнего. Я думаю, что, к счастью, тех людей, которые как-то идеологически движимы и хотят куда-то привезти Россию, их мало и становится все меньше. Да, вот это люди типа Патрушева-старшего. Хотя есть такое ощущение, и более того, вторичное такое ощущение есть, наверное, у многих. То есть невозможно ощущать себя военным преступником. Гораздо комфортнее продумать какую-то идею, что ты противостоишь там злобному Западу, помогаешь выжить в стране и так далее. Но это вторичная идея. Они не большевики в том смысле, что они не готовы терпеть всякие трудности ради того, чтобы привести народ в какое-то замечательное место. Что касается пиления денег, то, конечно, это есть. И сегодня для этого возможности больше даже, чем раньше. Другое дело, что дупло изменились. То есть Запад уже не то дупло, куда можно было сносить эти все денежки. Их надо нести или на Ближний Восток, или в Иран, я не знаю, куда еще. Но тем не менее в Китай. И говорят, что много детей элиты сегодня учатся в Китае, потому что на какое-то время, по крайней мере, это их хочется надеяться будущее. Но мне кажется, главное сегодня это выживание. И вот этого не было еще какое-то время назад, что шаг влево, шаг вправо, он может повлечь за собой очень серьезные, губительные для этой конкретной фигуры последствия. Сегодня трудно себе представить, что человек там может отказаться от предложения Путина, как это было еще недавно, пойти губернатором туда или сюда. Они все заинтересованы, во-первых, в выживании, что сегодня не гарантировано для них, а во-вторых, заинтересованы в том, чтобы не оказаться крайними, то есть чтобы продемонстрировать свою не просто лояльность, нелояльных давно уже нет, а свою эффективность, поэтому они готовы выполнять любые самые наверное идиотские приказания как можно быстрее, то есть это такая немножко армейская система, где с одной стороны не смотрят на часто на затраты любой ценой, с другой стороны ты выполни приказ, а потом можешь пойти и пожаловаться на то, что он был может быть не идеальным и так далее, и в этом смысле приоритеты на мой взгляд сегодня у них такие выживание в прямом и в переносном смысле комфортное, обогащение и обустройство себя, своих близких с меняющимися внешними обстоятельствами и уж на третьем месте скорее для само удовлетворения это объяснение себе и может быть другим тех высоких целей, ради которых это все делается. Кажется, что если выживание становится на первом месте, то на какой-то раскол элит, то есть на то, что они начнут рисковать и пытаться что-то изменить, нам вообще уже не приходится надеяться. Нет, почему? Вот здесь я как раз имею некоторые надежды. Я не надеюсь на то, что вдруг снизу возникнет какой-то революционный порыв просто так, но я очень рассчитываю на раскол в элитах, и как раз этот раскол связан с выживанием, потому что это ведь выживание не только сегодня, но и завтра, а если ты думаешь о том, как ты будешь выживать завтра, а тот вождь, которому ты служишь, может в этом твоем светлом завтра и не оказаться, то ты поневоле, как говорил Путин, вертишь головой и смотришь, а кто же будет следующим вождем, чтобы вовремя продемонстрировать ему уже лояльность и обеспечить себе выживание и сохранение своей позиции в будущем, и чем дальше, тем больше мы это будем видеть. Сегодня на поверхности этого пока нет, но может быть где-то внутри что-то такое и происходит, но дальше это будет появляться, и чем старше становится Путин и психически, и физически менее способным осуществлять тот жесткий контроль над системой, которую он осуществлял раньше, тем больше люди вокруг будут крутить головой, и тем вероятнее то, что результат этого кручения он будет разным, и для разных людей комфортное выживание означает ставку на разных людей или на разные сценарии развития событий тоже, и вот тогда, конечно, внутренние элитные конфликты, они неизбежны, это первое и главное, а второе это то, что ресурсы тоже не бесконечны, то есть они очень велики, но этот пирог не имеет обыкновения расти без ограничений, поэтому чем больше ресурсов отводится на войну прямо или косвенно, тем меньше их будет на других каких-то важных участках, а на каждом таком участке это не вопрос выбора для системы пушки или масла, пенсии платить или клепать танки, это вопрос жизни и хорошей или менее приятной жизни тех условно элит, которые сидят на соответствующих потоках, и на масле сидят элиты, и на танках сидят элиты, и в этом смысле то, что пирог сегодня перестает расти, а завтра будет сокращаться, означает еще и внутренние конфликты в элитах, а они тем более серьезны, что это милитаризованные элиты, что это десятки и сотни тысяч людей с оружием, которые сегодня в Украине, а завтра неизвестно, где оказываются, и в этом смысле как бы та стабильность и умиротворенность, которую мы видим сегодня на поверхности, это очень нестабильная стабильность. Николай, а есть ли какие-то претенденты на вот этих будущих лидеров элитных группировок? Можем ли мы сейчас сказать, что глава какого-нибудь клана, скорее всего, вокруг него будут собираться, на него будут направлены взоры тех рыбешек, кто поменьше? Ну, я не хочу говорить о грустном в этой связи, но мне кажется, что сегодня нет на виду молодых относительно, условно, на фоне 70-80-летних руководителей, нет того поколения, в котором мы можем видеть уже какие-то реальные серьезные фигуры. Я бы не рассматривал в качестве таковых так называемых принцев в виде Патрушева-младшего или Мантурова. Это люди, которые, мне кажется, исчезнут сразу или, может быть, даже чуть раньше, чем их отцы. Это не серьезные самостоятельные фигуры, но посмотреть можно на более самостоятельные фигуры, и когда-то мне казалось, что перспективным в этом отношении, как это ни прискорбно, является Кадыров, который либо может сам претендовать на это место, либо будет важной очень частью игры, борьбы за это место, потому что это уникальный человек, который соединяет функции главы и серьезного региона с большими деньгами и всей большой чеченской диаспоры, которая находится во всех остальных регионах России, не только в Чечне, и которая очень хорошо им контролируется, и одновременно руководителя мощной силовой структуры, причем такой, которая, в отличие от всех остальных наших силовых корпораций, готова по его приказанию выполнять вне Чечни любую работу, да, то есть эта структура, конечно, меньше, чем то, что есть у Минобороны, но представить себе, что кто-то в военной корпорации обладает вот такой властью и способен 50 тысяч человек куда-то одномоментно направить и взять под контроль администрации и все, что угодно, очень сложно, да, и более того, даже сегодня, когда идут вот эти бесконечные слухи и рассуждения о том, насколько болен Кадыров, насколько он готовится к передаче власти своему клану и так далее, мы живем в такой черном, в таком черном ящике и к тому же наблюдаем его немножко со стороны, что понять, где реальные вещи, а где имитация, где игра, мы никогда не можем, да, и поэтому даже нельзя исключить вариант, что Кадыров сознательно играет и демонстрирует что-то, а на самом деле его здоровье лучше, чем у многих других, да, но вот это просто пример, да, того, как могут происходить события, а очень много будет зависеть от того, насколько резким или наоборот постепенным ламинарным или турбулентным будет переход, да, то есть одно дело, если он будет готовиться, и вот тут важны институты, если Путин готовится сойти с политической сцены, то он должен создавать или восстанавливать какие-то институты, потому что без институтов при уходе сильного персоналистского лидера все превращается в хаос, и дальше начинается борьба всех против всех, в которой вот тот же Кадыров или человек ему подобный, хотя подобных ему нет сегодня в России, имеет все шансы взять вверх. Это уж совсем грустный сценарий. Николай, еще последний мой вопрос, хочу тоже зацепиться за ваше слово, вы сказали, что не очень надеетесь на какие-то движения снизу, значит ли это, что в общем мнение, условно говоря, общества, или возможно, если мы пофантазируем, представим, что общество вдруг начнет как-то себя проявлять, никак не повлияет на элиты, что не может быть такого, что кто-то в элитах почувствует некий запрос снизу, и это его немножко расшевелит, взбодрит и придаст какой-то уверенности. То есть, скорее всего, все равно движение будет оттуда сверху, и наоборот, общество увидит какие-то шевеления там, и может быть начнет как-то проявляться. Ну и так и не так. Во-первых, наш режим, который не назовешь демократическим, тем не менее, очень сильно зависит от общественных настроений, и не случайно Кремль постоянно замеряет разноворота общественные настроения, рейтинги и так далее, потому что для него это способ вовремя понять, чем люди недовольны, чего они хотят, и избежать проблемы до того, как она может выплеснуться на улицу в виде протестов. И вот вся эта система от центров управления регионами, отслеживания, мониторинга интернета на предмет выявления каких-то жалоб и негативной реакции людей, и даже замена фигур на региональном и реальном политическом олимпе свидетельствует о том, что за этим наблюдают очень тщательно. Не надо думать, что общественное мнение абсолютно манипулируемое и не играет никакой роли, потому что даже в случае манипуляции это есть инерция, и развернуть общественное мнение, как это, например, пытался сделать Янукович в 2013 году в противоположную сторону, это довольно рискованный путь. Я не хочу сравнить Украину 2013 года с нынешней Россией, но тем не менее вывод заключается в том, что общественное мнение и настроение людей имеют довольно большое значение. Во-вторых, элита это часть народа в каком-то смысле и связана с людьми. Это сообщающиеся сосуды и в этом смысле меняющееся настроение в элитах и меняющееся настроение у граждан они друг на друга влияют и друг с другом связаны. Поэтому вряд ли картинка может быть такой простой, когда народ безмолвствует, элиты пробуждаются и начинают интриговать, кто за одного будущего лидера, кто за другого, и тогда призывать на помощь опираться на какие-то общественные настроения. Это будет происходить одновременно и это и хорошо и плохо. Те гадости, которые сегодня можно говорить о так называемой путинской элите, они в значительной мере относятся и к гражданам, частью которых или выдвиженцами или представителями которых является эта элита и наоборот. Это с одной стороны повод для пессимизма, а с другой стороны повод для оптимизма. То, что я сказал о путинских элитах и о том, что это винтики, машины, условно говоря, это танк, который сегодня прет в Украину. А завтра это может быть трактор, который пашет землю и для подавляющего большинства винтиков ничего принципиально не изменится. Будет заложена другая программа и они также эффективно, как сегодня стараются обеспечить работу военной машины, будут стараться обеспечить работу мирной машины. Другое дело, и это повод для некоторого оптимизма при взгляде в будущее, другое дело, что надо одновременно понимать, что даже если все вдруг переменится радикально и придет замечательный человек, как Алексей Навальный, и будет принята замечательная конституция и новая программа и так далее, ожидать того, что быстро изменится к лучшему жизнь, к сожалению, не приходится, потому что это не вопрос программ, это не вопрос декларации, это не вопрос даже институтов, которые можно взять, подсмотрев у кого-то на Западе и сказать, теперь у нас выборы будут как в самом хорошем месте в Швейцарии, например, это вопрос политической культуры, а политическая культура, она накапливается, как и социальный капитал, в течение лет и десятилетий, поэтому в идеале в самом лучшем случае нас как страну ждет постепенное выползание из того болота, в котором мы сегодня находимся, в течение многих лет и ни одного десятилетия, шаг за шагом улучшаются институты, начинают они лучше работать, накапливается социальный капитал и политическая культура, можно снова на следующей итерации улучшать работу института и так далее, да, это в самом лучшем случае. Ну, будем рассчитывать на этот лучший случай, главное, надеяться, что это движение в ту сторону начнется как можно быстрее и как можно быстрее уже закончится война и будем делать трактор вместо танков. Николай, спасибо вам огромное за этот разговор, было ужасно интересно, надеюсь, что у нас будут более приятные поводы для следующего разговора, ну, или просто, по крайней мере, интересные. Спасибо вам. Спасибо большое, до встречи. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok